Когда Бог выбирает вас и другого человека для брака, Он призывает вас к священной миссии, исходящей из небес, и к крепкому обязательству, которое удовлетворит вас вечно. Бог не совершает случайных соединений, и когда Он соединяет вас, это становится очевидным в ваших сердцах. Встречи между людьми могут случаться случайно, вы можете встретить кого-то особенного в неожиданном месте или благодаря неожиданным обстоятельствам. Однако в глазах Бога это всегда было частью Его плана с самого начала, и когда это происходит, усиление связи ощутимо в ваших сердцах. Это переводится в глубокую, истинную любовь и заботу о этом человеке в вашем сердце. Любить кого-то таким образом включает в себя заботу, уважение, доверие и стремление понимать их глубже. Любовь в контексте брака выходит за рамки начальных эмоций и ощущений. Физически описать величину этой любви в истинно божественных отношениях сложно. Оба супруга переживают эту безусловную любовь, взаимное уважение и понимание. В них всегда есть что-то захватывающее. Кроме того, физические эмоции могут быть как американские горки, взлетая и опускаясь. Поэтому, когда отношения строятся только на чувствах и не соответствуют божественному предназначению, они могут казаться пустыми со временем. Это иногда происходит, когда отношения утверждаются через физическую близость. Иногда становится очевидным, что любовь никогда не была настоящей, это было лишь привлечение к внешности или вещам другого человека. Тем не менее, в истинных отношениях вы поймете, что всегда думаете о человеке и чувствуете себя к нему притянутыми. Его присутствие никогда не становится скучным. Это не происходит потому, что вы ожидаете что-то взамен, а потому, что его компания приносит вам чувство полноты. Вот что происходит, когда Бог соединяет вас. Вы можете встретить кого-то и почувствовать бабочки в животе. Это может быть хорошо, но это не обязательно означает, что Бог соединяет вас. В божественном союзе привлечение взаимное. Неважно расстояние или время ответа, если вы оба следуете божественной воле, отношения созреют. Однако, если вы выбираете быть с кем-то другим, в том числе в браке, не думайте, что Бог ошибся или отсутствовал. Также, как вы выбрали принять божественное соединение, ощущая эту глубокую любовь, они тоже должны сделать этот выбор. Бог не навязывает соединения между двумя людьми. Он может создавать возможности и обстоятельства, но окончательный выбор зависит от самих заинтересованных. Некоторые люди упустили своих избранных партнеров Бога, не узнавая чар, которые Бог вложил в их сердце. Возможно, они сомневались в подлинности этого чувства. Возможно, из-за предыдущих опытов или влияния тех, кто не понимал божественных намерений, они думали, что никогда не встретят кого-то подобного. И не следуя тому, что Бог действовал в их сердцах, они упустили возможность быть рядом с этим человеком и достичь полноты, которую могли бы испытать рядом с ним. Тем не менее, если вы все еще не в браке, знайте, что Бог имеет планы соединить вас с кем-то в ближайшем будущем, если это еще не происходит. На настоящий момент или в будущем, когда Бог способствует этому соединению, разовьется любовный роман. В этом отношении доверие будет ключевым, так как нельзя истинно любить без доверия. Я понимаю, что для некоторых людей, которые пережили боль и разочарование, доверие может быть вызовом. Но хорошая новость в том, что когда Бог соединяет вас с кем-то, кто искренне вас любит, создается атмосфера безопасности и защиты. Безопасность – это основа процветающего отношения, построенного на честности, искренности, обязательности и взаимной заботе. Я не вижу другого способа, как кто-то может чувствовать себя в безопасности в отношении. Когда ваш партнер действует честно, защищает правое и проявляет обязательства, истинный интерес, создается безопасная среда для любви и доверия. Мы все постоянно растем, и Бог излечивает нас, особенно в отношениях, через любовь и мир. Эти элементы придают целостность благодаря своей силе. Важно отметить, что успех Божественного Союза зависит от взаимности. Оба партнера должны сотрудничать, выполнять свои роли и гармонировать. Например, было бы несогласованным требовать доверия от партнера, если мы сами не доверяем ему. Это означает, что если мы хотим доверия другого, мы должны проявлять доверие с самого начала. Как я упомянул ранее, любовь – это риск. Выбор любить кого-то, соединенного Богом, означает предоставление этому человеку возможности причинить боль, уверенность, что он этого не сделает. Это похоже на передачу ему оружия в надежде, что он будет использовать его для защиты и обороны, а не для нанесения ущерба. Когда вы встречаете кого-то, с кем у вас такая глубокая связь – это действие Бога, чтобы вы построили вместе жизнь. В этом союзе будут преобладать мир, покой, преданность и доверие. Любовь может быть связью, мир может подтвердить правильный выбор, но это знания и взаимопонимания, когда, так и после брака, укрепляют отношения. По мере того, как вы растете вместе, ваши знания друг о друге и понимание предпочтений и антипатий каждого углубляются. В книге притчей, глава 24, стихи 3-4 говорится, что мудрость строит дом, разум укрепляет его, а знания наполняет его богатством. Чтобы построить с кем-то жизнь, нужна готовность учиться и понимать друг друга. Каждое разногласие должно быть возможностью взаимопонимания с любовью и уверенностью, которые являются основой, предотвращающей их разделение. Как резинка, любовь снова соединяет вас, облегчая коммуникацию и взаимопонимание. Я вспоминаю пару с проблемами в общении, всегда сосредотачивающуюся на выявлении недостатков друг у друга. Я показал им, что такой подход приведет только к большему конфликту и обидам, мешая истинным улучшениям. В книге Притчи 15.1.2 подчеркивается важность мягких ответов и мудрых слов. Когда любовь преобладает, диалог должен быть направлен на исцеление отношений, а не на возмездие. Принуждение к извинениям может только отдалить людей. Идеальным вариантом является обсуждение проблем с уважением и добротой, поиск решений вместе. Такой подход вызывает уважение и укрепляет любовь, демонстрируя внимание и желание гармонии. Это сила понимания и знаний, которые Писание призывает нас искать. При помощи Святого Духа можно укрепить связь, ориентированную на Бога. Брак, как задумано Богом, является убежищем мира и развития, где два человека становятся одним, делят жизнь и преодолевают вызовы вместе. Это божественное предназначение брака. Библия рассказывает нам, что, заметив одиночество Адама, Бог создал Еву, единственную, которая могла стать его спутницей. У Бога была цель и для того, и для другого, так же, как есть цель для каждого из нас. Ева и Адам были бы благословлены в своем союзе, выполняя божественные намерения вместе. Библия также показывает, что Бог благословил человечество способностью быть продуктивными и умножаться, заполнять и управлять землей. После того, как Бог поместил человека в саду Едемском, Он дал ему ответственность заботиться и охранять сад. Это показывает, что, несмотря на универсальную цель всего творения, Бог также вложил в каждого из нас уникальные способности и дары. Истинное достижение наступает, когда мы находим и живем этими дарами, которые раскрываются, когда мы ищем Бога, который положил их в нас. Давид в Псалме 139, 13, 16 выражает удивление божественным созданиям, где каждый аспект нашего существования, включая наши видимые недостатки, великолепно сплетен, делая нас уникальными. Все о вашей судьбе записано в книге Божьей. Поэтому жить вне воли Бога означает отклониться от божественного плана, и брак – один из таких предназначенных путей. Это видео рассматривает священность брака с божественной точки зрения, подчеркивая, как Бог содействует соединениям с конкретными целями и как важна истина и понимание для долгосрочных и здоровых отношений. У Бога есть план для каждого из нас, и жить в соответствии с этим планом, включая брак, важно для достижения полноты и божественного назначения. Это видео служит вдохновляющим напоминанием о священности брака и божественном плане, призывая нас искать отношения, основанные на истинной любви, взаимопонимании и воле Бога. Оно приглашает нас задуматься о наших отношениях и искать божественное руководство, чтобы найти и развить истинную и долгосрочную любовь. Будьте открытыми и внимательными к переменам и верьте, что Вселенная всегда на вашей стороне. Введите 11.11, чтобы получить это сообщение и его благословение, и оставьте положительный комментарий, чтобы поделиться добротой. Знаете ли вы, что есть представление вашей возможной родственной души, доступное для исследования? Это может быть кто-то, кого вы уже знаете, или кто-то, кто еще войдет в вашу жизнь. Щелкните по ссылке в описании для получения дополнительной информации. Не упустите важное сообщение, которое вас ожидает в следующем видео. Пусть Вселенная направляет ваши шаги с любовью и непоколебимой верой. Аминь.